Как раз сейчас буду все распаковывать. Здесь доска, это всякие картинки из Икеа, тут уже все на готове, а еще целая сумка. В общем-то, место уже готово, свет включен. Сейчас уберу полотенце и поехал. Привет всем! Сегодня я с вами поделюсь покупками для дома. Обожаю совершать их для создания своего уюта, комфорта. Покупки мы совершили в магазине Икеа, Ашан и еще какой-то хозяйственный магазин, название которого я никак не запомню. Хотя мы там постоянно хоть что-то одно, но покупаем. Обожаю этот уютный магазинчик маленький. Все эти покупки были совершены именно в польских магазинах в нашу последнюю поездку. Поэтому я не буду оставлять артикулы на предметы из Икеа, так как они не совпадают с российскими артикулами, уже проверено. В общем-то, может быть, просто вот как идея. Я даже не знаю, все вперемешку или давайте по магазинам. Давайте, наверное, с Икеи начнем, с любимой Икеа. Что же это может так шуршать? Упаковка обычных квадратных белых салфеток. Очень выгодно по цене и удобно. У нас они постоянно в ходу. Так что салфетки. Вот такие замечательные гномики. Их 4 штучки в упаковке. Вешать на елку или еще как-то украшать дом к Рождеству, на Новый год. В общем-то, очень они миленькие. Я когда их увидела, мне даже показалось, что они мне улыбаются. Как их не взять в корзину? Самая обычная красная свеча и подставка белая в форме звезды. На самом деле, именно в магазине Икеа мне понравилась вот эта подставочка-звездочка. А вот со свечами мы набрали сразу белую, розовую, там какая-то была голубая, золотистая и красная. И я их все примеряла к этой подставке, какая лучше подойдет. Но, в общем-то, сочетание красной свечи и белой подставки было самым интересным, самым таким контрастным. Поэтому, да, белая подставка, красная свеча. Новый год! Уже хочется атмосферы праздника создать у себя в доме. А вообще, знаете, я поняла, что я не с того предмета начала это видео. Ну, как же я могла такой момент-то упустить? Сиреневая кружка. И на самом деле, именно это первый предмет, который мы взяли Викторию... Ой, Виктория. В Икеа. Когда мы только зашли в Икеа, стоял целый стеллаж или как поддон с вот этими сиреневыми кружками. Просто заходишь, и они навстречу, на пути. И мы сразу к этим кружкам. Сначала мы взяли четыре их, ну, как бы на всю семью. Плюс, если кто-то придет и взрослых угостить, потому что, посмотрите, они очень удобные по размеру, по объему. Вот то, что надо. И не сильно большие, и не маленькие. Потому что всегда, когда приходят гости, хочется как-то пить чай без конца. А эта кружка большая и удобная. Мало того, керамика, фарфор, уж я не знаю, как это все правильно называть, но они сиреневые. В общем-то, мы взяли четыре, походили, покружили, вернулись и добавили еще две. Итого у нас шесть сиреневых, удобных, практичных, уютных кружек. Далее, что касается посуды. Синий стакан, который когда-то разбился у нас. Я во влогах упоминала об этом. Повторили покупку. Вообще, у нас сейчас какая-то такая интересная тенденция собирать похожие модели стаканы, стеклянные, но цветные. Если помните, я вам показывала такой салатовый стакан, зеленый-салатовый и цвет марганцовки. Вот и синий теперь, пока у нас строится. Но я думаю, на этом мы не ограничимся, если еще какие-то найдем оттенки, цвета. Следующая, не новая, запасной маленький заварник. Пресс-заварник у нас такой большой есть, мы им пользуемся. И маленький тоже взяли, потому что один муж утащил на работу себе. А деткам вот заваривать тоже удобно. Еще одна покупка из Икеи, это имбирное печенье. Уж забыла я совсем про него, когда во влоге показывала покупки продуктов. Там же была бутылочка для глинтвейна из Икеи. И вот имбирные печенюшки. Кстати, у меня есть задумка взять цветную глазурь и с детьми порисовать. А потом все это съесть. Огромная, белая, удобная, интересная настольная лампа, которая крепится к столу. Также к ней купили лампочку в той же Икеи. Конечно же купили пальчиковые батарейки, но забавно, я их не могу найти. Может быть они в какой-то сумке, где-то еще где-то что-то не разобрано. В общем-то еще батарейки. Без батарейки мы вообще из Икеи не уходим. Просто на резинке для детской кровати. Кто-то меня спрашивал, брали ли мы постельное белье из Икеи. Брали. Нравится качество. Это уже третья или четвертая простынь. Нравится. Берем хорошее качество. Стирки переносит нормально, не скатывается. Пользуемся уже сколько? Больше двух лет. Наволочки беру под одеяльники у нас с мужем. Набор черных вешалок. Простые, очень тоненькие, удобные. Мало места занимает в шкафу. Я не знаю, что еще можно про них сказать. Но вот это третья пачка именно таких вешалок, которые мы покупаем в Икеа. Плюс детям я беру тоже в Икеа такие цветные. Ну вот, докупила. Нам нравится. Я вообще, возможно, даже в новой гардеробной у нас будут именно вот эти вешалки. То есть потом все остальное, что у нас есть, заменю на них. Пока у нас всего три комплекта, ну уже большая часть вещей висят вот именно на таких черных вешалках. Обычная точилка для ножей. У нас какая-то такая была, не знаю, как-то не очень натачивались ножи, надо было постараться. Мы обычно ножи в заточку носили, но опять-таки это лишнее время надо выделять. Относить, платить деньги. Я подумала, возьму вот эту, тем более, еще раз повторюсь, ее хвалили. Попробую и позже с вами поделюсь, стоит она того или нет. Красивые комплекты сухоцветов для декора, для аромата. Ну и декор и аромат два в одном. Обалденно пахнет, естественно, в сиреневых оттенках. И второй мы два взяли в таких желтых оттенках, ну как бы сейчас осень, но больше руководствовались ароматом. У этого набора прям шикарный аромат. Так вот, для этих наборов мы взяли две стеклянные, не знаю, как их обозвать, такие вазочки декоративные. Они, в принципе, могут служить как подсвечником, то есть можно свечку сюда поставить, как вот для этих декоративных цветов, сухоцветов. Но, я подозреваю, что вот этот наборчик, он чуть больше, чем сама вот эта подставка. Я думаю, все сухоцветы не влезут. Ну, в общем, как-нибудь задекорирую и будет украшать наши комнаты. Может быть, прихожую, я еще даже не решила, куда я поставлю, но уж очень захотелось вот такого красивого аромата в доме. Два детских альбома. Это и лабиринты, бродилки, и раскраски. В общем, такие творческие альбомы. В принципе, нам понравилась вот эта идея. Здесь как-то не просто сиди, раскрашивай, но и чуть-чуть надо логически подумать, поиграть. И такое, в принципе, развлечение для детей, я думаю, должно зайти. Но, в общем-то, тоже с вами этим позже поделюсь. Последний предмет именно из Икея, но не последний в этом видео, так это огромная деревянная разделочная доска. Давно-давно хотела вот такую огромную доску, чтобы резать, и с нее ничего не сваливалось. Ну, и она так, знаете, выглядит очень интересно. Мне нравится. Прям хочется уже что-то здесь нарезать. Что касается покупок из Ашана, то там в основном гигиены. Это зубные пасты, зубные щетки запасные. Стиральный порошок взяла Персил. Не буду уже вам его показывать. Он был на какой-то там акции. Очень хорошая, выгодная цена. Искала японский Атак, но либо я не увидела, либо его не было в Ашане. Ну, и остались покупки из хозяйственного магазинчика, название которого я так и не выучила. Ну, не важно. А важно, что я там всегда что-то донахожу. Набор. Такие фетровые прокладочки между сковородками. Ну, чтобы они друг об друга не царапались, не терлись. Не только дно, но еще боковушки будут защищать. И цвет такой оригинальный. Тоже была какая-то на них акция. Не знаю, с чем связано, но я обожаю акции. И классно. Я давно хотела что-то подобное. Иногда прокладывала, знаете, обычными прихватками. Но это получается только одно. А здесь еще и бортики есть. Далее я купила один нож. Но он такой, знаете, мощный. Очень хорошая, удобная ручка. Дело в том, что наш набор ножей отличный. Но в нем... Я сейчас на него, кстати, и посмотрела. Но в нем два последних... Два самых маленьких ножа. Стало дерево, рукоятка, точнее, рассыхаться. И, в общем, неудобно уже ими пользоваться. И, вообще, я в новой квартире хочу убрать вот этот набор со столешницы. Чтобы у меня ножи были не на столешнице расставлены, а были убраны в ящик. Чтобы не пылилось. И, в общем-то, хочу, чтобы все было в ящике. Это самый маленький. Посмотрим, каков он в деле. Бренд Ambition как-то так. Тоже с вами уже поделюсь в процессе пользования, использования. Спасибо вам большое за внимание, за то, что заглянули ко мне в гости. Спасибо за теплые слова, пожелания, поздравления, которые вы мне пишете и в комментариях, и в личку. Очень-очень приятно. Я думаю... Я надеюсь, что этим роликом создала какую-то такую, знаете, просто атмосферу отдыха. Может быть, какую-то идею вы подсмотрели. Каких-то покупок. И, в целом, приятно мне с вами проводить время. В общем, спасибо. Заглядывайте снова. Я всегда вас жду. Пишите, делитесь. Пока.